всем привет продолжаем смотреть картины Эдуард Моне Олимпия холст масла 130 на 190 находится в музее Орсе Парижа очень хороший музей всем рекомендую Олимпия это картина Эдуарда Моне впервые представлена в Парижском салоне в 1865 году на которой изображена обнаженная женщина Олимпия лежащая на кровати которой слуга приносит цветы Олимпия была создана викториной Мерен а слуга Олимпии художественной моделью Лоры на картине взгляд Олимпии вызывает шок и изумление когда картина была впервые выставлена ряд деталей на картиде идентифицировали ее как проститутку я засчитаю то что мне удалось найти в интернете по этой картине французское правительство приобрело картины в 1890 году после публичной подписки организованной Клодом Моне в то время современные зрители шокировали не на гота Олимпии присутствие полностью одетой служанки а ее конфронтационный взгляд и ряд деталей идентифицирующих ее как проститутку к ним относятся орхидея в ее волосах ее браслет, речужные серьги, восточная шаль на которой она лежит символы богатства и чувств черная лента на ее шее резко контрастирует с ее бледной кожей туфля выброшенная ей подчеркивает чувственную атмосферу имя Олимпии ассоциировалось с проститутками в Париже 1860-х годов картина создана по образцу картины Тициана Венера Урбинская Моне заменил маленькую собачку как символ верности на картине Тициана черным котом существом ассоциирующимся с начисной распущенностью возбужденная поза кошки была проакционная по-французски шате кошка на сленге означает женские гениталии Олимпия с презрением игнорирует цветы подаренные ей слугой вероятно подарок клиента некоторые предположили что она смотрит в сторону двери поскольку ее клиент врывается без предупреждения Олимпия довольно худая художественным меркам того времени ее относительно неразвитое тело скорее девичье чем женское Шар Бадлер французский поэт критик эссист и переводчик основоположных эстетики декаданса считал худобу неприличной полноты модель Олимпии Викториана Мирент была признана зрителями картины то что она была хорошо известна в парижских кругах она начала работать моделью когда ей было 16 лет она также была самостоятельным художником конечно консерватора назвали произведение моральным и вульгарным журналист Антон Прус позже вспоминает если полотно Олимпия не было уничтожено то только из-за мер предосторожности принятых администраций критики общественность осудили произведение даже Эмиль Золя вынужден был не искренне комментировать формальные качества работы а не признавать предмет вы хотели обнаженную фигуру и вы выбрали Олимпию первую из представленных но все же он сказал Моне когда наши художники дарят нам Венеры они исправляют природу они лгут Эдуард Моне спрашивал себя зачем лгать почему не говорить правду он познакомил нас с Олимпией этим сыном нашего времени которого вы встречаетесь на туртуарах множество критиков восхищались Моне за использование белого и черного в живописи альтернативу традициям святотени в настоящее время картина вместе с другими работами Моне находится в музее Арсе в Париже и надо отметить что Олимпия и сегодня вызывает множество споров и дискуссий вот все что мне удалось найти в интернете по описанию картины Моне Эдуарда Моне Олимпия пока пока до свидания а а